Красота метельчатых флоксов неописуема. В питомнике «Флоксы.Москва» собираются лучшие сорта флоксов. Коллекция пополняется. Коллекционные флоксы – это отбор наиболее приемлемых сортов для посадки в сад. Сортов много, но любители флоксов заказывают, как правило, красивые яркие сорта с крупными шапками, невероятно сверкающие на солнце яркими соцветиями, переливающиеся разными красками цветов. Из них наиболее популярны флоксы «Смеральда» вишневого цвета, имеющие интересную форму цветков, «Веншон Деньшон», имеющие пурпурно-фиолетовую окраску с белой лучистой звездой в центре. Сортов много, а цветоводы выбирают очаровательные сорта – расписные и красочные. Интерес вызывают и чисто белые сорта, такие как «Ваше благородие», имеющие атласные и бархатные цветы. «Ваше благородие» имеет еще и раннее цветение, не отличается длительным, повторным цветением. Начинается цветение с июля. Сорт «Ваше благородие» цвел все лето, и в сентябре, когда другие цвели, также наблюдалось цветение. Сорт имеет крупные соцветия и атласные чисто белые цветки. Молочное суфле, отличающееся высоким ростом до 1 метра 30 сантиметров, с мощными прямыми стеблями и крупными соцветиями. Молочное суфле еще имеет и поздний срок цветения. Начинается цветение в августе и цветет до октября. Сорт «Юлия» имеет красивые соцветия и привлекательный вид. В центре белоснежных цветов – пурпурная звездочка. «Юлия» также имеет позднее цветение, начиная с августа. Аналогичный сорт «Джулия» имеет более высокий рост и крупное соцветие. Позднее цветение, начиная с августа, смотрится сорт просто великолепно. Сорт «Царевна-лебедь», имеющая звездчатую форму цветков, очень привлекательно выглядит на садовом участке. Очарование придают саду и ярко-красные цвета флоксов. Красные цвета имеют яркую, очень привлекательную окраску и выделяются среди цветения других метельчатых флоксов. Такие, как «Жар-птица», «Алый закат», «Зарево», «Олимпийский огонь» имеют изумительно красочный вид. В саду они смотрятся очень ярко и статно. Лососевые сорта «Клементина», «Иларион», «Горислав», «Коралл» смотрятся в саду великолепно. Кораллово-лососевый цвет с белым центром отлично смотрится в саду. Сорт «Золотая Русь» имеет необычную лососевую окраску и красочно смотрится в саду. Привлекает внимание своим ярким, красочным кораллово-морковным оттенком. Очарование цветов флоксов, красочный вид цветения лососевых сортов придаст саду прелестный вид. Прелестно выглядят и дымчатые сорта. В частности, сорт «Романтик» розового цвета с серебристой дымкой. «Романтик» имеет крупные цветы и мощные стебли. Сажать желательно в притенении, чтобы подчеркнуть насыщенность цвета цветков. «Фантом» – крупноцветковый сорт с фиолетово-сиреневыми штрихами. Красочно и интересно смотрится в саду. Стебли сорта прямые, высокие, до одного метра в высоту. Цветы крупные, с красивой сиреневой штриховкой. Сорта с голубыми оттенками. «Моя любовь, моя отрада». Незабудка «Блю парада» используется повышенным спросом у цветоводов. Крупные цветки, обильное цветение, утонченный нежно-сиреневый цвет – все это придает флоксам привлекательность и зрелищность. Голубые оттенки у цветов бывают только вечером, ну или в пасмурную погоду вечером и утром. Днем в солнечный день цветы имеют сиреневый оттенок. Сажают такие сорта с притенением под кронами деревьев построек. Махровых сортов флоксов совсем мало. Настоящей изюминкой выглядит флокс квазимода. Сорта с махровым цветком, такие как квазимода, русский сюрприз, уникальны и прекрасно смотрятся в сочетании с другими многолетними растениями. Сорт квазимода имеет большие прямые стебли и крупные соцветия, состоящие из махровых цветков нежно-сиреневого цвета. Красивые розовые сорта, такие как татьяна, придают саду очарование. Сорт татьяна с румянцем прекрасно смотрится в саду и имеет большую популярность. Двухцветный сорт тихидон эффектно смотрится при цветении. Сорт имеет крупные цветки до 5 сантиметров и многочисленные стебли и шикарные соцветия. Сорт колесо фортуны имеет расписной двуцветный вид и окраску. Эффектный вид сорта подчеркивает уникальная двуцветная окраска. Дымчатый флокс титаник. Высокий рост и крупные соцветия. Оригинальная окраска и красивый вид придают флоксу особое очарование. Великолепно смотрится и флокс королевич Елисей с расписным дымчатым рисунком. Красивая, отчетливая дымка на цветах выразительна и имеет очаровательный вид. Оранжевый яркий флокс спидфайр с очень яркой окраской привлекает внимание своим красочным видом. Спидфайр популярный сорт, который имеет насыщенный оранжевый цвет. Цветение позднее, начиная с августа-сентября. Не выгорает, имеет большие соцветия. Флокс родомир. Имеет красивую розовую окраску и крупные соцветия. Высокие стебли и крупные соцветия заметны в саду и привлекают внимание своим пышным цветением. Сорт ренуар. Имеет светло-розовый цвет и эффектный вид. Красота цветения, высокие стебли, большие соцветия, нежно-розовый цвет лепестков. Все это придает флоксу красивый, прелестный вид и зрелищность. Сажают флоксы в плодородный грунт с легким притенением за кронами деревьев и построек. Все больше наблюдается интерес цветоводов к флоксам. Разноцветие флоксов очень красиво и привлекательно. В саду флоксы применяются в качестве украшения и для придания саду колоритного, художественного вида. Приобрести красивые сорта флоксов можно на сайте флоксы.москва. Купить можно также саженцы сверх крупноплодной малины, новейших и популярных сортов. И очень крупные ежевики сорта нетчас. В питомнике есть также канадские поздние сорта жимолости, новейшие и популярные сорта голубики высокорослой.